МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бишкеке возобновлены дорожные работы в рамках реализации первой фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет средств Гранта Китая. Всего по этому проекту за два года было построено 46 улиц протяженностью 85,5 километров. Работы еще на трех улицах, а именно на Льва Толстого, Туракулы, Айтматово и Туктоналиево, были приостановлены. И сейчас они вновь возобновлены. Подробнее о дорожных работах и о том, с какими проблемами сталкивается муниципалитет при строительстве дорог в Бишкеке, вам сегодня расскажет вице-мэр столицы по вопросам градостроительства и муниципальной собственности Уланбек Азагалиев. Добрый вечер, Уланбек Шаилов Бекович. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый вечер, уважаемые бишкекчане, уважаемые телезрители. Я хотел бы остановиться сегодня на строительстве дорог. Я хотел бы вкратце рассказать, что эти дороги у нас реализуются согласно соглашению, подписанному между Крымской республикой и Китайской народной республикой. Я прошу прощения, я хочу напомнить телезрителям о том, что мы работаем в режиме прямой трансляции. Это говорит о том, что вы также можете задать свой вопрос, позвонив нам в студию по номеру 0312 59 20 55. Наш номер телефона вы видите у себя на экранах. Пожалуйста, можете. Я хотел бы продолжить, что это 100% безвозмездный грант, предоставленный Китайской народной республикой. Согласно этого соглашения мы в 2017-2018 году начали реализацию первой фазы развития уличной дорожной сети. Согласно данного соглашения у нас было предусмотрено 49 улиц общей протяженностью 95 километров. По всем дорогам, со стороны Крымской, со стороны у нас были разработаны все разрешительные и проектно-сметные документации. И в 2017 году данные работы были начаты. За два года мы из 49 предусмотренных улиц, 46 улиц закончили 100%, и три улицы у нас остались незавершенными. Согласно первой фазе, общая протяженность этих дорог должна была быть 95 километров. 46 дорог мы сделали, это общая протяженность 84,6 километров. К сожалению, три улицы мы не успели завершить. Это у нас улица Трехулайтматова, это у нас путепровод по улице Льва Толстого. И мы не сумели завершить продолжение улицы Тахтаналиева, мост Наамидерова и продолжение улицы Каракульской до улицы Кулатова. Сейчас у нас по этим трем дорогам с Китайской народной республикой ведутся переговоры. Мы все-таки хотим именно первую фазу продлить. Мы еще раз просим Китайскую народную республику, чтобы они нам все-таки продлили первую фазу реализации развития уличной дорожной сети, чтобы мы все-таки смогли ее закончить. Первая улица у нас проблемная, это улица Трехулайтматова. Мы не смогли ее закончить, потому что именно под строительство этой дороги у нас попадает нежилое помещение. В свое время, оказывается, в 2000-х годах они выкупили это здание, у них есть все разрешительные документы. И мы сейчас с ними ведем переговоры, мы должны либо с ними найти общий какой-то компромисс, нам буквально там нужно 3-4 метра, чтобы они от своей территории нам выделили по строительству улицы. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время все-таки с владельцем этого участка найдем компромисс, и мы в этом году эту дорогу закончим. Вторая улица, которая у нас не завершена, это улица Льва Толстого. Она должна была у нас начаться от улицы 7 апреля, и мы должны были выйти на улицу Чопа-Латинская. На сегодняшний момент работы мы по этой улице начали. Мы сейчас активными темпами совместно с компанией China Road ведем работы именно по строительству моста. Мост у него вроде очень уникальный, протяженностью 95 метров находится на сваях. Такую технологию, которую мы сегодня осуществляем в строительстве моста, можно сказать, это как бы один из пилотных проектов. Но у нас проблема в чем? Со стороны бешкетских тепловых сетей должна быть прокладка тепловых сетей. Там должно быть две тепловые трубы диаметром 900 миллиметров. Бешкетские тепловые сети должны нам перенести. Мы сейчас с ними ведем очень активные переговоры. И они недавно заключили соглашение с российской компанией. И вот буквально на днях они должны начать работу именно по прокладке тепловых сетей. Это говорит о чем? Для того, чтобы они сначала проложили тепловые сети, а мы уже за ними положили асфальтовое покрытие. Чтобы не было такого, что мы положили сначала асфальтовое покрытие, а потом у нас инженерные сети начали копать, как всегда бывает. Поэтому мы сегодня идем от обратного, идем по закону, что сначала все-таки должны проложиться инженерные сети, и потом мы должны положить асфальтовое покрытие. Я думаю, что данный вопрос мы тоже этот решим. Я думаю, что на днях мы подпишем трехстороннее соглашение между мэрией города Бешкек, между бешкетскими тепловыми сетями и компанией China Robot. Я могу даже заверить, что мы эти работы завершим в этом году. И третья дорога у нас очень проблемная. Это улица у нас Тахтаналиева. Она должна предусматриваться у нас строительство этой дороги, начиная от Южной Магистрали, и она должна была выйти на улицу Кулатова. Общая протяженность этой дороги 3,5 километра. Ширина дороги 15 метров. С двух сторон у нас тротуары по 2,5 метра. И где-то у нас порядка 20 метров получается общая проезжая часть. На сегодняшний день мы дорогу от улицы Южная Магистраль до улицы Медерова закончили. 2,7 километра. Завершили работы по строительству моста. Мост у нас где-то процентов 85-90 завершен. И если наши горожане прекрасно это место знают, они увидят, что у нас работы остановились именно на мосту. В правую сторону мы должны выйти на улицу Медерова. И в левую сторону, вдоль ботанического сада, это называется улица Каракульская, мы должны выйти на улицу Кулатова. Но у нас проблема какая, что по проекту предусмотрено строительство дороги 15 метров. Если мы дорогу строим именно по проекту, и согласно... Это будет четырехполосная, да? Это будет с двух сторон тротуар у нас, будет ирригация. Ну, одним словом, дорога будет соответствовать требованиям строительных норм и правилам. Поэтому, если мы эту дорогу должны построить, то тогда мы должны где-то примерно 8,5-10 метров в среднем зайти на территорию ботанического сада. В свое время я хочу отметить, что между мэрией города Бишкик и Национальной академией наук было подписано меморандум о сотрудничестве. На основании этого меморандума был подписан договор между управлением капитального строительства и дирекцией ботанического сада. Согласно данного договора, ботанический сад должен был нам предоставить этот земельный участок, где должна была пройти дорога. Взамен мэрия города Бишкик должна была построить новый забор, должна была отремонтировать им ирригационные сети, мы должны были им сделать освещение. И мы должны были сделать им, если наши горожане были на территории ботанического сада, там есть каркас оранжерей, мы должны были это отремонтировать. Ну, по тем или иным причинам, видно, с приходом нового директора ботанического сада, она категорически отказалась от этого подписанного договора. И она в свое время не дала строить эту дорогу. Вот с наступлением 2019 года мы все-таки хотели бы приступить именно к строительству этой дороги и проложить эту дорогу именно по территории ботанического сада. Но мы именно снова со стороны администрации ботанического сада и со стороны общественных объединений, очень активно которые препятствуют строительству дороги, на сегодняшний момент мы остановили строительство этой дороги, потому что мы все-таки не можем не считаться с общественностью, мы не можем не считаться именно с мнением администрации ботанического сада, потому что я вот сам лично как горожанин, я в этом городе вырос, я в этом городе живу сейчас, я собираюсь в этом городе жить. Я думаю, что судьба ботанического сада меня точно так же волнует, как и вот сейчас выступает активно наше общественное объединение. Поэтому на сегодняшний момент мы очень активно проводим круглые столы, встречи с общественностью. И все-таки мы хотим найти решение именно по строительству дороги именно в правовом русле. Я хочу еще раз остановиться, что это идет в рамках реализации первой фазы. В свое время, в 2016-2017 году, все проектные и разрешительные документации были оформлены. И все соглашения на тот момент были подписаны. Если мы в этом году не завершим строительство этой дороги, согласно соглашению, все деньги, а я еще раз повторяю, что это безвозмездный грант, предоставленный Китайской Народной Республикой, он уйдет обратно в Китай. И в связи с этим мы не сможем построить эту дорогу. У нас есть первый телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Нас интересует, я жительница Николая Ладжал, и нас интересует данность частности. Улица Хумбарова перетекает Кульчатова. Там нет ни тротуара, дороги с такими ямами. Вот, нас интересует данность частности, ну, этот случай. Затем по Хумбару строится тротуар, и этот тротуар почему-то весь вырыли, и нам не приходить сейчас, мы не знаем, по какой, по какой части нам идти. Междустанавливая я Хумбарова, ой, Баха. У вас все, да? Да, еще. Угу, спасибо. Да, вы правильно заметили, что у нас именно по, именно по статье капитального вложения у нас сейчас проходит, именно, ремонт пешеходной дороги, мы делаем по улице Теналиева, она у нас идет от улицы Хумбаева до улицы Южная магистраль. Мы с восточной стороны этот тротуар сейчас выполним, эти работы ведутся в соответствии с проектной документацией, я думаю, что нашим жителям немножко нужно потерпеть, я думаю, что в ближайшее время мы эти работы выполним. То, что касается по дороге Хумбаева-Курчатова, давайте мы, наверное, этот вопрос я записал сейчас, я думаю, что мы в ближайшее время с городскими службами выедем, и мы посмотрим, если там есть ямы, как сказали, если разрушились какие-то бордюры, то мы в кратчайшее время все эти работы по восстановлению выполним. Очень бурное обсуждение проходит по поводу реконструкции улицы Токтоналиева, вот с тем, что она касается и Боцада. А вот насколько важно расширение Карапульской улицы? Действительно, вот именно строительство Токтоналиева улицы, она предусматривается как альтернатива улице Айтматова. Мы же все горожане, мы все видим, что на сегодняшний день улица Чингиза Айтматова, потом продолжение проспект Мира, на сегодняшний день она загружена на 100%. В утренние часы, в обеденные часы, в вечернее время невозможно проехать. Люди стоят в пробках, сигналят, приезжают на работу нервные, и потом в течение целого дня они не могут нормально работать продуктивно. Поэтому, когда проектировалась, именно в проекте закладывалась реконструкция улицы Токтоналиева, она подразумевала, что она будет именно альтернативой. С юга на север она будет альтернативой улицы Айтматова. На сегодняшний момент мы рассматривали всякие варианты, но на сегодняшний момент именно альтернативы улицы Чингиза Айтматова, ее нет. Поэтому, в любом случае, мы хотим или не хотим, согласно проекту детальной планировки города Бишкеп, эта дорога должна быть. Поэтому единственный вопрос только как учесть мнение жителей, чтобы, как бы говорится, их мнение учесть, и чтобы дорогу построить. Но я же еще как раз повторю, что мэрия не просто как бы вероломно сносит именно ботанический сад, мы готовы восстановить забор, мы готовы в 2-3 раза больше посадить зеленых насаждений. Но вот когда я лично туда выезжал с общественностью, мы посмотрели, там вот именно та территория, которая попадает по строительству дорог, там особо таких ценных пород деревьев нет. Но это, конечно, не значит, что вот так просто пришли, топором все вырубили. Конечно, если какие-то кустарники мы вырубим, какие-то деревья вырубим, значит, мы взамен должны 2-3 раза больше деревьев посадить. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время все-таки какую-то альтернативу найдем, и мы в любом случае эту дорогу построим. Но мы ее построим в рамках действующего законодательства. И дорога будет, и я думаю, что и жители, и горожане, они тоже будут довольны. Я думаю, что альтернатива будет. Вот по поводу мнений горожан. Я прочла такое мнение в интернете, да, то, что горожанин говорит, нельзя ли построить дорогу не четырехполосную, а одностороннюю? Этот вопрос тоже рассматривается. Этот вопрос рассматривается. У нас одно из предложений было, что все-таки то, что идет налево, то, что я сказал от Медерова, да, все-таки мы чтобы ее сделали, Каракульскую, от Горького вверх, одностороннюю, да, и второй у нас вопрос рассматривался, чтобы у нас все-таки вот эта горлышко не получилось, потому что сверху у нас дорога идет 15 метров, и потом, если мы ее сделаем двусторонне, она где-то будет примерно метров 8. Это получится горлышко. Вот представляете, поток машин идет по четырем полосам, подъезжает к мосту, а потом сужается на две полосы, и там будут в любом случае пробки. И как бы строительство именно этой дороги, именно двухполос, она не даст такого должного эффекта именно по разгрузке улицы Айтматова. Поэтому мы сейчас одним из вариантов рассматриваем, Каракульскую сделать односторонней, и следующая улица у нас, мы ее тоже хотим сделать, внизу улицы Горького, Оренбургская у нас улица. Но этот вопрос сейчас на стадии рассмотрения, я как бы вперед сейчас забегать не хочу, но этот вопрос тоже рассматривается. Я думаю, что мы в ближайшее время все-таки встретимся еще раз и с жителями близлежащих домов, мы встретимся с ботаническим садом, мы встретимся с общественностью, и мы встретимся именно с теми специалистами, кто специализируется на проектировании строительства дорог. И как я обещал, мы все-таки какую-то золотую серетину и решение этого вопроса мы все-таки найдем. Спасибо. Нам дозвонился еще один горожанин. Здравствуйте, я вас слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер, вы можете задать свой вопрос. Здравствуйте. Я хотел вам сказать, что можно присоединиться на сайте. Я хотел вам сказать, что на вас сколько-то участка, когда будет ассоциатива? Спасибо. Кубджар это какая-то улица в общем, да, Кубджар спрашивает? Или какая-то конкретно улица интересует? Вы на линии? Я этот вопрос запишу тогда тоже. Я думаю, что, наверное, наши координаты мэрии есть. Горожанин может к нам обратиться. Если какой-то именно конкретный вопрос интересует, попала ли их дорога именно в реконструкцию, именно по второй фазе, я думаю, что мы ответ этому жителю мы дадим. Вот как вы сказали, тоже по этим дорожным работам, да, на Токтон-Алиева проводились слушания. Недавно состоялся комиссионный выезд с участием представителей мэрии, общественности, журналистов. А вообще, что говорят экологи по данному вопросу и как относятся горожане? Знаете, горожане как бы разделились у нас на две стороны. Это кто за строительством именно дороги, которая будет проходить по территории ботанического сада, и другая сторона, которая против строительства именно дороги, которая будет проходить по именно территории ботанического сада. Как бы и с той, и с этой стороны как бы есть объективные, субъективные причины. Мы действительно выезжали совместно с общественными объединениями, Мы встречались именно с специалистами, которые специализируются именно на охране окружающей среды. Но их тоже можно понять, что они действительно беспокоятся о экологической ситуации, которая у нас сейчас в городе Бишкек, то, что у нас высокая загрязненность воздуха, то, что единственная территория у нас остается, где имеются зеленые насаждения, клочки, оазисы. И поэтому они беспокоены, что все-таки сегодня, например, мэрия города Бишкек даст прецедент, заберет, например, 10 метров участка, и это будет дальнейшим прецедентом для других каких-то проектов. И они поэтому беспокоены, что могут потерять ботанический сад. Поэтому, конечно, их доводы нельзя не учитывать. Я думаю, что мэрия города Бишкек в любом случае будет искать какой-то компромисс. И я, как сказал ранее, мы этот компромисс найдем в самое ближайшее время. А что происходит с мостом на Токтоналиево, когда будет достроена вторая половина? Вот в этом же и проблема получается. Вот именно по проекту именно мост неразрывно связан именно со строительством улицы Каракульской. Потому что китайская компания, именно Чайнарод, которая должна именно завершить работу, она от нас ставит условия и ждет от нас, что мы должны освободить именно эту территорию, чтобы они одним разом начали именно завершить строительство моста и продолжить строительство дороги. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Я вот только что спрашивал насчет Кубджана. Насчет Кубджана. Ну а слушаем. Улицу можете сказать? Улицу через месяц Молдову-Аху-Арзайна. Еще раз можете повторить? Это нижний. Молдововов-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху. Керемет-Колмурзаев-Аху. Молдовов-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху. Молдовов-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху-Аху. Я сейчас посмотрел по списку перечень тех дорог, которые предусмотрены по второй фазе китайского гранта развития ули junto-дорожной сети. Я смотрю, что именно тех дорог, которые озвучил у нас телезритель, К сожалению, этих дорог нет. Но это не говорит, что мы эти дороги строить не будем. Я бы хотел попросить телезрителя, чтобы он все-таки обратился в Октябрьскую райадминистрацию, чтобы Октябрьская райадминистрация подготовила список именно тех улиц, которые были озвучены. Я думаю, что мы именно по линии баз постараемся рассмотреть этот вопрос. Если у нас будут именно финансовые средства по капитальным вложениям, мы постараемся эти дороги сделать. Спасибо. Нам дозвонился еще один горожанин. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Можете задать свой вопрос. К сожалению, связь оборвалась. Наша съемочная группа тоже принимала участие в общественных диалогах, которые вы проводите совместно с экологами, бешкифчанами, представителями общественных организаций. Скажите, пожалуйста, какие еще проблемные участки были выявлены во время этих обсуждений? Что еще обсуждается на таких выездах? На этих выездах мы все-таки пытаемся нашим горожанам, нашим бешкифчанам показать, какие проблемы существуют именно при реконструкции строительства дорог. Первая проблема, конечно, это зеленые насаждения, которые попадают именно под снос при реконструкции дороги. И второй вопрос, который очень волнует тоже и мэрию, и горожан, это самовольно построенные пристройки, самовольно выдвинутые заборы. Вот это у нас проблема есть. Но если по зеленым насаждениям, мы действительно, вы правильно отметили, мы провели и проводим очень большую работу, мы еженедельно по поручению мэра города Бишкек, мы проводим объезд именно по всем дорогам, по которым предусмотрена реконструкция. В самом начале, когда мы планировали именно реализацию этой фазы, у нас очень были такие противоречивые цифры. Одни говорили, что 4 тысячи деревьев попадает, другие говорили, 5 тысячи деревьев попадает под снос. Но когда мы прошлись именно по этим улицам, мы поняли, что именно вот в эти 4 тысячи деревьев попадают деревья аварийные, потом попадают пеньки, попадают кустарниковые растения. И в основном проблема, знаете, где выходит? Вот именно те работы, которые связаны именно с самим полотном дорожным, у нас практически где-то 10% только дорог, именно связанные со сносом зеленых насаждений. В основном снос зеленых насаждений у нас предусматривается, знаете, где? Где у нас предусматривается строительные ирригационные сети, где строительство тротуарных дорожек. Ну, уважаемые бешкекчане, уважаемые телезрители, я как бы с большой благодарностью отношусь именно к нашим горожанам, то, что они с такой, знаете, ответственностью подошли к этому вопросу. И вместе с нами обходят, и я думаю, что они будут дальше обходить, и они понимают, что именно строительство ирригационных сетей и строительство тротуаров на сегодняшний момент это нужно. Мы не можем просто так строить только дороги. Если мы строим дороги, мы, соответственно, должны строить ирригационные сети, значит, мы должны строить тротуары. Ну, конечно, если те зеленые насаждения, которые попадают под снос, мы, конечно, взамен должны сажать другие зеленые насаждения. По поручению мэра города Бешкек в этом году около 10 тысяч зеленых насаждений будут посажены. Это мэром города Бешкек уже дано поручение. По линии зеленстрой это уже работа начата. Я могу сказать, что на сегодняшний день около 2 тысяч деревьев посажено. Вы же видите, что сейчас объявлен трехмесячный, да, субботник. Мы каждую субботу выходим на улицы, мы сажаем деревья, мы убираем. И плюс я хотел бы тоже сказать большое спасибо, да, вот у нас общественное объединение, наше право, это Калича Муралеева. Она, согласно нашего обращения, откликнулась именно на призыв мэрии города Бешкек. И мы в ближайшее время подпишем с общественным объединением наше право меморандум. И это данное объединение нам предоставит мэрии города Бешкек около 10 тысяч зеленых насаждений безвозмездно. Я думаю, что этот будет очень большой вклад именно в озеленение города Бешкек. Я думаю, что горожане, мэрия города Бешкек именно по достоинству это все оценят. Спасибо. На линии ожидает еще один телезритель. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Можете задать свой вопрос. У меня два вопроса. А здесь по улице Тарсанавима. Да, да, да. По улице Тарсанавима. Вот, значит, смотрите. Улица Тарсанавима, пересечения за Манбаева и ниже до речки. До Джаманбаева у нас проложена легитарная там арык. И происходит ограждение трагуара арыком от проезжей части. А вот ниже до Манбаева арык на системе нету. И получается, что вот эта проезжая часть трассы, она ничем не ограждена от барсуаров. Вот у меня вот такой вопрос. Когда откроется дорога, как нам говорили, четырехполосное движение, вот каким образом будут предохраняться все наши дети и вообще взрослые, которые будут ходить по этим трассуарам, так как там совершенно нет ограждения? Это первый вопрос. Второй вопрос это такой. Вся бручанка, которая положена по улице Тарсанавима, в настоящий момент она вся уже порушена практически. Ходить невозможно. Люди спотыкаются, падают, она вся плавает. Вот такое вот качество, не кубичное было положено. Это вот я за свою улицу говорю, за Тарсанавима. Не знаю, как там на других, но наша улица это просто ужас. Вот такие два вопроса скажите, как будет быть? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я в курсе этого вопроса. Буквально две недели назад мы комиссионно выезжали на эту улицу совместно с депутатами Мишкесского городского Кенеша. Вот все эти вопросы, которые вы озвучили, действительно имеются проблемы от улицы Джаманбаева до улицы Ахумбаева. На сегодняшний день мною дано поручение Управлению капитального строительства, чтобы они действительно провели комиссионный обход этой улицы. И все вот эти вопросы, которые вы озвучили, чтобы они их устранили. То, что касается вот этого бордюра, речь идет, обычно когда дороги строят, мы, наверное, все видели, и горожане видят, там всегда стоит стоячий такой бордюр. Но почему-то именно в проектно-сметной документации, именно по этой реконструкции дороги, проектирующие запроектировали именно лежачие. И поэтому многие как бы и жители, и многие автолюбители, они тоже к нам обращаются и говорят, что где именно вот эта ограждающая конструкция, которая может оберечь именно, чтобы машины не упали в орык. Поэтому я, как сказал ранее, я думаю, что в ближайшее время будет решение комиссии именно по обходу этой улицы. И все вот эти замечания, которые будут установлены, мы в ближайшее время устраним. Плюс то, что вы говорите, именно брусчатка по улице Тухтан-Алиева разрушается, да? Я ответил бы так, следующим образом. Согласно соглашениям, подписанным между мэрией города Бишкек и китайской компанией China Road, это та компания, которая осуществляет именно подрядные работы по реконструкции этим дорогам, у нас есть такой пункт, что в течение двух лет, если будет выявлен брак, если будет выявлено нарушение, то китайская компания за свой счет безвозмездно все эти замечания устраняет. Я даже пойду дальше. Я скажу, что именно вот эти 46 дорог, которые были выполнены именно по первой фазе развития уличной дорожной сети, они еще в эксплуатацию не приняты. Мною сейчас тоже дано поручение. Мы буквально, наверное, в течение двух недель комиссионно совместно с общественностью пройдемся по каждой из 46 улиц, которая была подвернута реконструкции. И все те замечания, которые мы установим в комиссии, китайская компания China Road безвозмездно это все устранит. Поэтому я хотел попросить вы, горожан, бишкекчан, чтобы они очень активно принимали участие. Если есть какие-то замечания, нарушения именно при реконструкции этих дорог, я прошу, чтобы они нам публично об этом говорили, чтобы мы могли обязать компанию это все устранить. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте еще раз. Я так же по Курджару. Вот эти вот три улицы, уважаемый гость, даже не знает, как это асфальтироваться будет. То, что вы помешали нам. В этом году что-то и не началось. Дети вот до коленей вот прият, вот именно вот три улицы. А вот дело в том, что все многоэтажные дома, вот выше Курджара, там все асфальтированы. Вокруг дома вот эти вот многоэтажки. Писаем, да, это милиция дома, милиция удаваясь. А именно вот ниже вот ничего не сделано. Полканзельный тряс. Ну, я вот еще раз хочу повторить, это не из-за того, что я эти дороги не знаю. Я вам сейчас вот еще раз хочу повторить, что именно вот эти 60 улиц, которые в рамках китайского гранта, перечитие на этих улиц, он уже был определенный в 2016 году. К сожалению, вот те улицы, которые нам озвучил телезритель, они не вошли. Но я еще раз хочу повторить, что мы не говорим, что мы эти улицы делать не будем. Я попросил бы телезрителя, чтобы он все-таки, на сегодняшний момент у нас формирование титульных списков, именно по капитальным вложениям, у нас формируется на основании заявки районных администраций. Поэтому я попросил бы все-таки телезрителя, чтобы он письменно обратился в Октябрьскую администрацию. Они эту заявку рассмотрят, сформируют, и они надлежащим образом внесут именно в мэрию города Бишкек. И при наличии финансовых средств, вы сами понимаете, что именно бюджет мэрии города Бишкек, он именно очень ограничен, он социально ориентированный. И мы постараемся в ближайшее время при наличии денежных средств эти дороги выполнить. Мы это не отказываемся, мы постараемся это сделать. Мы сообщили о том, что мэрия не может завершить работы на улице Саякпая-Каралаева из-за того, что там расположена частная парковка. Как решается данный вопрос? Вы правильно говорите, что у нас это все тоже идет продолжение первой фазы развития уличной дорожной сети. Мы улицу Харалаева сделали процентов на 95, вы видели, очень хорошая дорога, да, у нас это идет. И у нас остался очень маленький кусок, именно на пересечении улицы Харалаева-Кутубаева мы не можем завершить дорогу, потому что именно на том месте, где должна прокладываться дорога, сейчас находится автостоянка, в котором в 2015 году была предоставлена компания «Айинвест» на 5 лет, срок земельного участка истекает в 2020 году. Мы сейчас дали поручение Управлению земельных ресурсов, чтобы они все-таки рассмотрели этот вопрос и расторгли этот договор. Если этот договор будет расторгнут, я думаю, что мы эту дорогу выполним. Но согласно земельному кодексу вы понимаете, что этот процесс очень долгий, это судебные процессы, и поэтому мы все-таки надеемся, что именно в ближайшее время судебные органы примут решение именно по отмене этого земельного участка для того, чтобы мы могли построить эту дорогу. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы на линии? К сожалению, связь оборвалась. На заседании БГК, прошедшей на прошлой неделе, депутат Бишкекского городского кинеша Саид Ахмат Исмаила высказал мнение, процитирую его слова. «Идут кривотолки, разная информация. Общественность поднялась, но рядом построили дома. Почему-то ни у кого вопросов нет, а как что-то начинает делать муниципалитет, так сразу протесты. Это важный и нужный вопрос строительства дорог. Что важнее, интересы пяти человек или половины города?» Сказал он. Интересы пяти человек он имел в виду активистов. Вы согласны с таким мнением? Я бы ответил на вопрос на этики следующим образом. Я еще раз повторю, что согласно проекту детальной планировки города Бишкек, там должна быть дорога. И она предусмотрена у нас в проектно-смертной документации. Поэтому мы ее в любом случае должны делать. Но мы должны найти ту золотую середину, чтобы была именно построена дорога и чтобы именно мнение населения, именно жителей тоже были учтены. Поэтому я думаю, что мы, как я ранее сказал, что мы в ближайшее время именно с депутатами Бишкекского городского Кенеша все-таки мы выедем на эту дорогу. Мы посмотрим, какие последствия могут возникнуть впоследствии после строительства этой дороги. И я думаю, что мы какой-то консенсус и компромисс найдем. Поэтому я думаю, что этот вопрос еще до конца не закрыт. Он на стадии рассмотрения. А как Вы считаете, ради чего так борются активисты? Активисты все-таки борются именно за зеленые насаждения. Они все-таки хотят, чтобы именно в центре города все-таки именно остался тот зеленый островок, который дает нам как бы облик города, дает как бы экологию, да, делает как бы нашу чище. Вы знаете, я как бы дальше даже хотел сказать, проблема в чем идет. Вот эта территория, которая находится в ботаническом саде, она является, согласно закону об особо охраняемых природных территориях, эта территория является особо охраняемой территорией. И она находится под защитой государства и находится под защитой правительства. Поэтому для того, чтобы мы именно проложили именно там дорогу, мы должны именно не только круглые столы провести, мы должны внести изменения именно в эти нормативы. Поэтому на сегодняшний день мы подготовили проект постановления именно по изъятию этого земельного участка из ботанического сада. И мы хотим именно этот норматив согласовать именно с государственными службами. Хотим посмотреть за и против. Если все-таки этот норматив пройдет, тогда мы все-таки будем по территории ботанического сада строить дороги. Если этот норматив не пройдет, тогда мы будем искать альтернативу. Я хочу дальше сказать, что буквально вчера на мое имя поступило предостережение от органов прокуратуры, что меня предупреждает, что территория ботанического сада является территорией особо охраняемой, что она находится под защитой государства. И любые действия, которые будут противоречить действующему законодательству, они могут повлечь последствия. Поэтому до того момента, пока мы эти все вопросы не решим, я могу ответственно заявить, что эти работы начинаться не будут. Уважаемые телезрители, вы смотрите телепроект «Акцент. Город». Мы сегодня разговариваем с вице-мэром города Бишкек по вопросам градостроительства и муниципальной собственности о начатых дорожных работах в рамках первой фазы проекта развития уличной дорожной сети за счет китайского гранта. И у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, связь оборвалась. Если не разрешите, я мог бы еще остановиться на подфазе, которая у нас тоже была начата в 2018 году. Это восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог. Это у нас предусматривалось отдельно от первой фазы, именно реконструкция 23 дорог общей протяженностью 38 километров. На сегодняшний день мы из них 17 улиц закончили, и мы планируем 6 улиц в этом году завершить и закончить. Вот мы сейчас начали... Но это не по китайскому гранту? Это тоже по китайскому гранту, но это не относится к первой фазе. Это отдельно идет. Восстановление дорожного покрытия. Вот я хотел бы жителям тоже сказать, что в этом году мы все-таки 6 дорог именно по восстановлению дорожного покрытия начнем и завершим. Это вот мы улицу Абая сейчас начали, если у нас жители видят, да, от улицы Горького до улицы Медерова. Мы завершим улицу... Начнем мы завершим улицу Нуркамала, мы завершим улицу Чаил-Батыра, улицу Алтамышева, улицу Репина. Эти все работы будут начаты и выполнены в рамках фазы восстановления дорожного покрытия. Вот совсем скоро вы приступите ко второму этапу, да, проекта развития уличной дорожной сети. Постепенно будут закрываться определенные улицы. А какие столичные улицы будут закрыты или уже закрыты? Вы правильно сказали, что мы сейчас находимся в преддверии именно начала второй фазы реализации развития уличной дорожной сети. Согласно этой фазе у нас предусматривается именно строительство и реконструкция 60 дорог. Эта фаза рассчитана на 2 года, 2019-2020 годы. И согласно этой фазе будет отремонтировано около 70 улиц. Я могу вкратце сказать, что смотрите, по Октябрьскому району мы планируем на 2019 год начать по улице Пудовкино, по улице Джантошо, по улице Харасаево. Вкратце я озвучу. По Первомайскому району это улица Манаса, улица Тюгельбаэта, улица Новая. По Свердловскому району улица Буденного, улица Ганбаева, улица Ферре. По Ленинскому району улица Интергельба, улица Ашар, улица Айбеке. Я просто не зря сказал по каждому району именно по три улицы. Но я хотел бы еще раз остановиться, что будет в течение двух лет отремонтировано именно 60 дорог. Наша озабоченность, наши жители, я понимаю, да, они думают, что мы одновременно закроем именно 60 дорог и у нас начнутся пробки, да, и что неудобно будет ездить, многие горожане будут опаздывать на работу. Мы сегодня на базе районных акемиатов создали штаб, куда входят представители именно городских служб, которые именно связаны со строительством дорог, куда входят и УКС, и БАС, и ГАИ. И вот именно вот эти районные штабы, они будут определять, какие первоочередные дороги закрывать. Что не просто так мы пришли, и все дороги параллельно разные, все закрыли, что невозможно ездить. Поэтому если они улицу одну будут закрывать какую-то, значит они будут искать какую-то альтернативу. Поэтому я хочу как бы горожан тоже предупредить, чтобы они не беспокоились. Все-таки в 2019 году это будет все очень проводиться планомерно, и разом все эти дороги закрываться не будут. И обязательно вот эти все вопросы, они будут согласовываться с ГАИ, они будут согласовываться с Управлением капитального строительства, и они будут согласованы именно с Управлением пассажирского транспорта. Потому что именно по этим дорогам ездят наши горожане, троллейбусы, автобусы, бусики, чтобы именно реконструкция дорог не повлияла именно на безопасность, именно на жизнедеятельность горожан. Поэтому я думаю, что 2019-2020 год это должно будет пройти все это в рамках действующего законодательства. Спасибо. А давайте мы примем наш последний звонок. Добрый вечер, вы на линии. Мы вас слушаем, можете задать свой вопрос. Здравствуйте. 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 Алло. Скажите, пожалуйста, у нас на улице так-то налево, ниже Джаманбаева, а реки сделаны в трубе, полива не осуществляется вообще никакого. Ограждения между дорогой и аллейкой тоже нет. Спасибо. Вопрос в поливе. Вопрос в поливе не осуществляется никак. По поводу полива. Оставшаяся зелень осталась без полива. У вас все, да? Вопрос понятен, да? Предыдущий телезритель тоже примерно такой же вопрос озвучил, только он Аджаманбаева говорил выше, да, в сторону Ахумбаева. А тут телезритель, видно, говорит Аджаманбаева в ниже, в сторону улицы Амидерова. Давайте мы вот так сделаем. У меня вот именно той комиссии, которая сейчас занимается именно обследованием улицы Тахтаналиева, я им поручу, чтобы все-таки они, наверное, начали от улицы Амидерова и до Ахумбаева, чтобы они полностью прошли именно эту дорогу. И все те нарушения, которые вот сегодня озвучены, и те нарушения, которые комиссия установит, чтобы они все-таки обязали китайскую компанию Чайнарова, чтобы они все-таки эти работы выполнили в соответствии с требованиями действующего законодательства. Спасибо, к сожалению, на этом наше эфирное время подходит к концу. Спасибо, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, мы с вами, я с вами не прощаюсь, увидимся с вами ровно через неделю, в среду, также в 21.20. Следить за нашими выпусками вы можете также на наших официальных сайтах, на соцсетях и на нашем YouTube-канале. Всего доброго, будьте на пирамиде. До свидания.